Уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить признательность премьер-министру Индии, господину Моди и всем индийским коллегам за продуктивную работу в ходе председательства в группе 20 в этом году. Многое было сделано для того, чтобы сфокусировать деятельность государства-членов 20-ки на поиске решений по-настоящему актуальных вопросов международной социально-экономической повестки. Именно для этого и создавалась группа 20, как важная многосторонняя структура управления в сфере глобальной экономики и финансов. Именно такой консолидирующий подход, на наш взгляд, сейчас востребован. Тем более, что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются. Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украину. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И, более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза, это не потрясает? А то, что генеральный секретарь Организации объединённых наций сказал, что газа превратилась в огромное детское кладбище, это не потрясает? Уважаемые коллеги, сейчас ситуация в глобальной экономике требует коллективных, да и в мире в целом, требует коллективных консенсусных решений, отражающих мнение подавляющего большинства международного сообщества, как развитых, так и развивающихся стран. В мире же происходят процессы кардинальной трансформации, появляются и крепнут новые мощные центры глобального экономического развития. Значительная доля мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы, где проживает большая часть населения планеты. Нарастает турбулентность на рынках, обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности. Кстати говоря, Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере, остаётся одним из крупнейших экспортеров продовольствия. И сегодня хочу вас проинформировать в Африку, например, в нуждающиеся страны, направленные первые корабли с российским зерном бесплатно. Хотел бы отметить также и то, что колоссальный срез, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. Эти действия оправдываются, в том числе борьбой с пандемией. И вливание триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции. Стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине, нет, а именно действия крупных экономик мира. И как результат повышение ключевых процентных ставок. Из-за этого больше всего пострадали беднейшие страны, конечно. Негативный эффект продолжают оказывать неправомерные ограничения в сфере торговли. Ангажированная климатическая повестка некоторых стран в угоду укрепления собственной конкурентноспособности. Чтобы устранить конкурентов, получить преимущество, используются в том числе и недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчётов, но и акты государственного терроризма. Выпьющим примером этого является подрыв газового трубопроводной системы «Северный поток» по дну Балтийского моря. Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы. Важно добиваться действенной оптимизации системы глобального экономического управления, а именно перезапустить ВТО в полном объёме, включая её арбитражную функцию. Необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк. Использовать ресурсы этих организаций в интересах развития действительно нуждающихся стран и регионов, а не в конъюнктурных политических целях. Мы готовы к совместной работе по решению этих актуальных задач в рамках «Двадцатки», а также других международных институтов, в том числе в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растёт. Это очевидно, особенно с учётом процесса его расширения. И, конечно, наша страна будет и далее вносить свой вклад в сбалансированное достижение целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия нашей планеты, цифровую трансформацию мировой экономики, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности. Отмечу, что в России уделяется приоритетное внимание развитию цифровой общественной инфраструктуры и укреплению информационной безопасности. Кстати, у нас уже большинство государственных услуг населению предоставляется в электронном виде. Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата, Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Для этого используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов и атомной энергетикой, гидроэнергетикой, наращивание поглощающей способности лесов, экологически чистой технологии во всех секторах экономики. Упомяну также, что в нашей стране предпринимаются реальные шаги по обеспечению более активного участия женщин в экономике и в других сферах жизни. Сегодня женщины занимают прочные и значимые позиции в государственном управлении, в бизнесе, руководят многими ведущими предприятиями, научными институтами и общественными организациями. И в заключение хотел бы ещё раз высоко оценить усилия индийского председательства. Конечно, пожелать успеха нашим празийским друзьям, которые буквально на днях, 1 декабря, примут на себя обязанности председателя в группе 20. Благодарю вас за внимание.